Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Конкретные рекомендации с упором на технический анализ и фундаментальные посты для тех, кто следит за больше новостным фоном, а не какими-то паттернами. Что касается текущей торговой сессии, сегодня на повестке экономического календаря снова очень много американской статистики. В 13.30 по GMT будут опубликованы данные по личным доходам и личным расходам. После этого эстафета перейдет к еще более важному релизу активности, деловой активности ISM производственного сектора в 15.00 по GMT. Ну, конечно же, вся эта статистика все равно будет меркнуть на фоне завтрашнего релиза по американскому рынку труда. Официальный отчет Non-Farm Perils, который может локально задать новые тренды для курса американского доллара. Я в целом по-прежнему склоняюсь к тому, что настроения на рынках будут меняться еще многократно, вплоть до выхода следующего релиза по инфляции и заседания американского регулятора. Поэтому период консолидации, проторговки в диапазоне может быть более широким, чем ожидалось ранее по индексу доллара, но продолжится. А уже окончательно доллар определится с более оправданным и уместным вектором движения для него после того, как фактически мы увидим ноябрьские цифры по базовой инфляции и на основании этих данных сможем еще до заседания Федрезерва, в принципе, прикинуть, какой риторики будет придерживаться американский регулятор. Друзья, напомню, что отчет по инфляции выйдет уже фактически через неделю. Заседание американского регулятора состоится 14 декабря. Сегодня уже мы начинаем новый месяц и вот эти две недели нужно следить сейчас за новостным фоном, нужно ждать развязки вот этой продолжительного, скажем так, сериала того, что происходит с американской валютой. Я надеюсь, что все-таки к концу этого года мы с вами будем потенциально с новой сделкой, с упором уже на обновленный новостной фон. Давайте начнем сегодня с рынка нефти, который котируется на отметке 86.72. Это, конечно же, котировки бренда, за которым мы следим. Но WTI демонстрирует похожую динамику, поэтому, в принципе, если вы интересуетесь другим сортом, новостной фон, который я озвучиваю в отношении бренда, он актуален для него тоже. По поводу новостного фона. Именно сейчас куча факторов, которые указывают на то, что бренд может продужить восходящую динамику. Во-первых, это первые положительные, скажем так, новости из Китая. Сейчас не буду говорить о росте количества заболевших. По-прежнему высокие показатели, но цифры не такие страшные, как были несколько дней назад. Но не на это я хотел сделать акцент. Власти города Чэньчжоу, где сосредоточено большое количество производственных предприятий, многих технологических гигантов, в том числе Apple, сообщили о том, что все же снимут локдауны в ряде значимых регионов. Но, судя по всему, не выдержали давление общественности и не справились с статистикой толпы из-за социальных протестов. Вынуждены пойти на уступки. Хорошо это или плохо, время покажет, конечно же, но если все-таки мы видим, какую острую реакцию сейчас эти меры вызывают у общественности, возможно, это, в конечном счете, сподвигнет власти Китая перейти на пересмотр политики нулевой терпимости. И в этом я уже вижу больше позитивного момента, потому что политика нулевой терпимости, она очень сильно тормозила экономическое восстановление. Второй фактор – это заседание ОПЕК, которое мы ждем. Последние новости от Wall Street со ссылкой на осведомленные источники, якобы то, что страны ОПЕК+, не станут менять действующие квоты. То есть фактически они обсудят текущую ситуацию на рынке углеводородов, но примут решение сохранить в силе прежние договоренности, которые еще тянутся с октября, когда, как вы помните, страны ОПЕК+, решили сократить дополнительный объем нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Если фактически это решение будет прямо озвучено после заседания ОПЕК, я вижу в этом тоже позитивный фактор, позитивный фон, потому что без дополнительных объемов нефтедобычи у рынка будет больше шансов быстрее восстановиться. Тема, которая также сейчас во всех завголовках СМИ обсуждается, если это касается нефтяного рынка – потолок цен на поставляемую российскую нефть. До сих пор консультации фактически в каждодневном формате идут, продолжаются, не могут определить лимит вот этих цен. Предельный уровень раньше был компромисс, вроде бы как на отметке 65-75 долларов за баррель, но страны Балтии и Польши выступают за то, чтобы потолок цен был снижен до 30 долларов за баррель. В итоге, друзья, следим тоже за тем, как все это завершится, какое решение фактически будет принято, но напомню, что российская сторона уже отмечала, что они не будут поставлять нефть тем странам, которые поддержат данные договоренности. И это принципиальнейшая позиция, которая не изменится, даже если России придется сократить объем нефтедобычи. И по данным главы Международного агентства Фатиха Бироля, после вступления в силу потолка цен на российскую нефть и последующего за этим сокращения объемов нефтедобычи в России и поставок на международный рынок, а мировая экономика может не досчитаться 2 миллионов баррелей в сутки уже в первом квартале 2023 года. Но мы видим то, что страны ОПЕК не очень торопятся компенсировать этот выпадающий объем, потому что исходит из позиции экономической целесообразности и нуждаются в более высоких ценах на нефть. А для того, чтобы обеспечить развитие восходящей динамики по нефтянке, единственное, что нужно делать сейчас, это просто ничего не делает для стран ОПЕК. Наверное, этой стратегии они и будут придерживаться. И еще один фактор, который оказал поддержку котировкам нефти, это данные по запасам нефти. США резко снизились больше, чем на 12 миллионов баррелей. На этом фоне, казалось бы, однозначное решение купить нефть сейчас на долгосрок. Но я все-таки рекомендовал вам немного еще, друзья, подождать. Давайте последим за тем, как все-таки завершится сама встреча ОПЕК. Она должна была пройти очно в Вене в воскресенье, но пройдет дистанционно. Ну, вроде бы, дату не переносили. И 5 декабря вступает в силу как раз эмбарго на поставку российской нефти морским путем. После 5 декабря еще раз оценим все за и против и уже примем решение о том, покупаем ли мы бренд на долгосрок или нет. Индекс доллара 105,5. В ходе вчерашней торговой сессии индекс американской валюты потерял около 1%. Хорошо, что у нас была еще параллельная сделка по золоту, которая принесла 2%. И здесь, вроде бы, как все равно вот этот фактор мат ожидания на нашей стороне. Индекс доллара. Несмотря на фон в виде комментариев Вильямса, Мейстер, Болларда, Брейнард, которые подтвердили, что ставка должна непременно и дальше повышаться, потому что ФРС еще не достиг достаточного и устраивающего прогресса по индексу потребительских цен, доллар все равно тяготел к более низким ценовым значениям. Блок статистики, который вышел по данным ЭДП по рынку труда, количество новых рабочих мест, созданных в прошлом месяце 127 тысяч. Прогноз был 200 тысяч. То есть, фактически цифра хуже. Да, негативный момент. Но он тут же был компенсирован отчетом по ОВП за третий квартал. Американская экономика за этот период времени выросла на 2,9%, в то время как прогноз был на отметке 2,6%. Да и Паул, сейчас которого винят в том, что он обвалил курс американского доллара, на самом деле ничего такого не сказал. Паул лишь отметил, что уместно замедлить темпы повышения процентной ставки. Но мы же с вами уже сколько раз обсуждали, что американский регулятор повысит ставку не на 75 байсных пунктов, а на 50, что в принципе и отражало уже ранее озвученную позицию, что замедлить темпы необходимо. Но замедление темпов – это не завершение цикла проведения жесткой монетарной политики. Правильно отмечают, что рынок настолько увлекся первым заявлением Паула, что всю прочую речь и другие тезисы и заявления уже как бы фильтровал, пропускал мимо ушей и ничего не слышал. Нам нужна конкретика, друзья. И эта конкретика будет ясна только после выхода отчета по инфляции за ноябрь. Я уже об этом сказал. До этих пор я буду держать индекс доллара в лонгах. И вам рекомендую не торопиться делать поспешных выводов, только лишь потому, что вы видите в моменте не ту динамику, которая могла бы быть с учетом фундаментального фона, о котором мы говорим. Золото – 1780 долларов за тройскую функцию. Наша цель – пробой сопротивления 1800 долларов за тройскую функцию и движение выше. Вот в оставшуюся части этой недели еще до отчета по инфляции в Штатах. Я думаю, что мы сможем протестировать указанное сопротивление и оказаться выше. Снижение доходности американских облигаций – фактор поддержки для золота. И самое главное – это индекс граничных настроений, который по-прежнему указывает на то, что толпа золота шаратит. Идем, друзья, против толпы. И пару слов буквально про евро, который сейчас котируется на отметке 1,0440. Вчера вышли данные по инфляции. В соответствии с ожиданием индекс потребительских цен снизился в прошлом месяце с 10,6% до 10%. И вывод, который нужно сделать – снижение инфляции позволяет Европейскому центральному банку замедлить темпы ужесточения монетарной политики. То есть раньше евро пух и рос, потому что ожидал агрессивного повышения ставки со стороны ЦБ. Сейчас повышение ставки будет менее значительным и, по идее, евро должен развернуться. Я думаю, что где-то в диапазоне 1,04-1,05 можно поискать уже средние долгосрочные сделки, точки входа на продажу. Но конкретно, если я начну действовать по этой валютной паре, я вам обязательно просигнализирую. Это для тех, кто интересуется евро и хочет понять, что в моменте происходит с этой валютной парой. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!